привет друзья с вами настя и сегодня у меня обзор дизайнерской посылки от крафту кок это первая моя в новом сезоне дизайнерская посылка но она особая она другая не такая как обычная показываю обзоры с новинками потому что обычно когда дизайн-команда новая приходит либо продолжается срок то мы получаем набор какой-то материалов если вы никогда не были в дизайн-команде то вы получаете набор новых материалов до чтобы ну не новый а разных всяких материалов из которых вам нужно будет естественно потом делать работу то есть у вас как у дизайнера должно быть должны быть любые материалы потому что смотря какие будут задания у команды чтобы любой член этой команды мог эти задания выполнить и так как у меня есть вообще абсолютно все материалы крафту клок все новинки все 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 поэтому у меня такой выбор был в сторону того чего у меня не было и в том числе я получила эту коллекцию velvet dreams она называется вы видите совушек с нее я ее оставила на десерт потому что а там есть на что посмотреть это особая коллекция из такого как бы подразделения крафту клок академия немножко о нем расскажу в там же в конце именно вот в конце когда будем смотреть эту посылочку эту коллекцию а сейчас давайте посмотрим те материалы которых у меня еще не было либо те которые у меня там заканчиваются здесь немножко материала всяких будет много у меня всяких в этой посылке надписей у меня их и есть какое-то количество и плюс я еще так как я их часто очень использую то я их и подзаказала себе здесь со всякими разными надписями взяла себе две вот таких вот для таких более винтажных более каких-то таких микс медийных работ и все остальное это у меня вот такие светлые надписи они в основном без какой-то тематики но и нет есть здесь да здесь тематические в основном они как раз наоборот потому что есть и пезды да то есть день рождения и baby boy baby girl это к двум одним из последних релизов коллекции то есть какие-то надписи там узко специальные вот видите как я сразу так походя обманула здесь у нас такие более нейтральные надписи а здесь в основном уже что-то более тематическое хотя в принципе практически из любого набора тематических надписей можно что-то взять себе и для какой-то работы такой более нейтральной тематикой здесь у меня это на что это день рожденческие надписи здесь baby boy baby girl как видите здесь у меня прям уже так распотрошено неплохо потому как посылку это я получила какое-то время назад у меня даже не было возможности поснимать эти обзоры так что последнее время у меня на канале так будет побольше видео ну и естественно продолжайте эту традицию хочу в дальнейшем потому что он канал если забросила очень соскучилась за съемками так здесь у нас свадебные всякие надписи у меня был такой набор ну там тоже из него осталось немного здесь уже просто без какой-то темы такие прям крупные какие-то надписи для для страничек для таких до более творческих работ ну точно так же не обязательно может и буду использовать для каких-то там открыток и альбомов так вот такие надписи в принципе это у крафтоплоках очень много вы видите наверно ну во всех моих работах эти надписи есть они у них на английском и на польском языке так что если вы живете в польше то вам тоже там будет классно потому что на польском языке потом вот такие наборы чеборда из таких базовых как бы до коллекции есть коллекции basic я сейчас покажу я их уже и раньше показывала то есть это у меня в таком в коричневом цвете а два этих наборчика тоже уже и использовала эти рамочки да по моему для какой-то работы так что тоже использую их люблю чебордовые такие простые формы класс часы супер тут тут даже ничего не нужно рассказывать потому что вы так знаете что я люблю очень часы так дальше у меня такие наборы лейблов к тем коллекциям которые у меня уже есть и есть еще у крафтоплок такие лейблы они идут вне коллекции просто какие-то там тематические это в морской коллекции у меня такой наборчик лейблов в таких наборах они всегда односторонние в таких наборов шесть листочков то есть три таких листика и три таких листика и здесь просто какие-то лейблы которые можно и наклеить на упаковку ну то есть это не наклейки это вырезалки и наклеить на упаковку и добавить слои ну тоже очень такой хороший знаете подспорье для работы ну и в том числе какие то есть вырезалки кстати вырезалки эти иногда отличаются от тех вырезалок какие есть в коллекции это коллекции сес си сайт ритингс морские поздравления потом коллекциям baby boy а нет о бой и о гэлл тоже здесь точно так же шесть во всех этих лейблах они почему-то называются диджитал лейблс я вообще думала что это какие-то материалы которые нужно самому распечатывать но нет они вот вот они продаются такие тоже здесь у нас по по три листика таких и три листика таких работала уже и из той и из той коллекции классно мне очень понравилось и но не такие очень красивые не очень похожие но отличается только цветовых решениях и каких-то допустим там на аксессуарах на вот этих животинках вы их видели и кстати плотность этих лейблов 250 грамм то есть они такие прям довольно хорошо плотненькие и один из примеров лейблов которые идут вне коллекции просто какие-то десерты здесь у нас просто просто свитс да просто сладости здесь у нас три таких листочка и три таких листочка тоже кстати можно и такие обычные открытки ну обычно необычные а простенькие такие да симпловские открыточки делать используя эти лейблы так дальше у меня два вида материалов из basic таких коллекций серый и светло-серый есть у меня тоже много раз я вам показывала ну несколько раз да есть у меня такие листочки в разных цветах в этот раз я решила взять серых потому что как-то я делаю свои работы иногда замечаю что мне не хватает каких-то листьев не зеленых либо зеленых но как я говорю да я люблю использовать листья которые имеют и разную форму и разные оттенки иногда бывает как раз хорошо добавить не зеленого а какого-то другого цвета и классно что у крафту клок есть такие серые серые листочки ну точно так же там есть и серые цветы и все на свете вот такой вот набор врезалки как обычно двусторонние здесь у нас получается в таком наборе три раза по шесть листочков 18 листиков в наборе очень люблю вот эти вот они тут здесь даже такие веточки ну не прям вот прям вот серые немного по оттенкам отличаются из кажется как будто одинаково нет нет где где-то а вот это что тот же лист и бутоны здесь даже есть так у нас вот так вот таких листочков еще по три раза и плотность ну еще два раза плотность у нас у таких вот врезалок тоже 250 грамм так следующий материал из таких базовых коллекций это набор бумаги они бывают 15 15 20 на 20 и 30 на 30 я себе взяла вот такую серенькую у меня есть темно-серая и светло-серая тоже много раз говорила что люблю такие базовые коллекции потому что они хорошо в слои добавлять хорошо как фон их использовать где-то в общем в общем классно разбавлять коллекции или обогащать наоборот коллекции здесь получается у нас как обычно у бумаги 20 на 20 здесь плотность 190 грамм и 24 листочка то есть 6 листов и четыре раза по 6 листов и вот такие у нас дизайны и обычно принты одинаковые либо очень-очень похожие и просто отличаются цветовым решением и материалом и так и переходим к следующему здесь у меня такая вот коллекция космик космические путешествия до приключения значит у меня из этой коллекции был только набор таких вот как раньше было крафт у клок наборы для альбомов и джанк бука но сейчас у меня здесь наверное вообще вся коллекция какая есть и и все наборы бумаги 15 15 20 на 20 30 на 30 и такой же набор для джанк бука и вырезалки и те же лейблы ну давайте начнем с вами с полистаем наборчик бумаги 30 на 30 плотность у нас здесь 250 грамм и 12 дизайнов на обратной стороне как раньше в коллекциях были вот такие теги сейчас к сожалению их нет но раньше классно что были теги какие-то вырезалки какие-то там карточки да что-то такое было интересненько сейчас почему-то отошли от этой традиции по всей видимости отошли потому что стали выпускать больше наборов с вырезаниями чем раньше и поэтому решили что здесь мы просто добавим какой-то обычный дизайн коллекция классная она такая и детская в принципе да она можно сказать на сто процентов детская хотя если использовать некоторые листы которые без каких-то вот таких вот сюжетов то и не скажешь что это прям прям вот детская коллекция в общем как обычно материалы можно совмещать и использовать по всякому такие у нас цвета как видите вот здесь прям такие звезды как горят прям как будто они такие светятся вот здесь вообще не скажешь что это какой-то детский листик они тут у нас луна улыбается или какое-то космическое тело вот здесь такая девочка космонавтка и шикарный космический фон он супер вообще очень красиво смотрю сейчас через экран камеры прям очень красиво можно сказать что обратная сторона листов она прям вообще не детская поэтому что-нибудь можно интересного сделать не только в детской тематике и вот такой последний листик из набора бумаги здесь тоже очень красивый фонтки прям очень-очень красивые цвета что у меня еще есть из этой коллекции давайте самого простого это набор точно такой же набор лейблов здесь у нас тоже 6 листиков плотностью 250 грамм у нас три вот таких листочка и три таких листочка это прям тоже такой не детский элемент и набор для вырезания в два набора мне как я вам говорила это набор для альбомов и джанг-буков здесь у нас 12 листов плотностью 250 грамм здесь у нас обычно как раньше было да сейчас таких наборов не выпускают но естественно они еще продаются то что уже напечатано здесь у нас обычно какие-то карточки какие-то кармашки немножко каких-нибудь вырезалок и с обратной стороны они у нас обычно односторонние и с обратной стороны у нас просто какой-то принт который есть в этой коллекции и вот такие билетики и уже вырезалки вырезалки это будет наверное сегодня мой самый короткий обзор посылки крафт-клок потому что она у меня самая такая спокойная но в плане она мне самая маленькая и это хорошо потому что у меня уже ну на самом деле очень много материалов так и набор с вырезалками вырезалками здесь у нас тоже 12 листочков с обратной стороны обложки вот такие вот прикольные рамки какие-то мультяшно-космические и здесь у нас уже вот такие вот всяческие планеты земля конечно очень нравится посмотрите какая она классная просто в очках улыбается и с облачком потом у нас уже какие-то другие тела космические и облака и звезды потом у нас прошли дальше персонажи космонавты ну вот кстати я думаю как бы можно было обыграть эту коллекцию если не делать детскую работу сейчас вот какой-то из этих листов ну допустим какой-то из этих листов допустим этот смотрите он конечно вообще шикарный взять вот этого космонавта сюда куда-то его посадить добавить немного какого-то декора если вам будет интересно такую работу сделать я могу я люблю делать странички и у меня теперь есть куда их повесить поэтому можно немножко разгуляться и сделать каких-то интересных работ так что если что-то будет вам интересно чтобы сделала пишите пишите так следующий листик у нас со всякими ракетами и почему-то тут у нас внезапно какие-то космические зайцы и космические какие-то хомяки бурундуки и спутники ну вот так так теперь у нас вот такой листик тоже классный прям вообще мне он нравится такие 10 цвета насыщенные немножко цвета отличаются от тех которые были в предыдущих вырезалках и вот такие всяческие планеты космические дела так что это была коллекция космик и наверное все космические приключения тут если знаете как не знаешь как перевести с английского то читаешь польский сразу все понятно в основном и последнее ух какие последние материалы будут интересны значит когда я увидела эту коллекцию это было еще наверное в прошлом году я думала нам ее пришлют но когда объявили о том что там очередная дизайнерская посылка нам почему-то не прислали никто ничего не спросил ну и все ну и я знала ну всегда работы с этой коллекцией у крафтоклок они выходили под таким академия крафтоклок в общем есть у крафтоклок такое подразделение не подразделение не знаю как его называть выпускают они иногда время от времени в данный момент это единственная коллекция из этой академии выпускают такой набор материалов он отличается от всех остальных способом составления я вам сейчас как раз почитаю потому что здесь вот на обратной стороне обложечки есть полный состав этой коллекции и она включает в себя то есть это вообще все материалы здесь и бумага и вырезалки они вот продаются одним таким единым китом и точно так же на youtube канале у крафтоклок у них есть свой плейлист с работами из академии крафтоклок я обязательно дам на него ссылку на этот плейлист поэтому можно будет туда пойти посмотреть какие-то видео там в основном прямые эфиры мало просто обычных мастер-классов они на польском языке и они с субтитрами с английскими ну там можно я думаю себя в youtube настройку сделать и включить там русские украинские субтитры какие вам будет удобнее если вы хотите послушать именно что говорит мастер значит в этот раз когда когда предложили выбирать материалы для дизайнерской посылки я написала что у меня есть все а можно ли мне вот эту потому что очень ее хочется я видела ее в интернете да видела картинки этой коллекции изображения и мне очень захотелось с ней поработать тем более здесь совы совы это мое совы это я поэтому в общем я попросила и мне ой спасибо большое мне ее прислали значит это у нас фиолетовый velvet фиолетовые мечты какие-то в общем это у нас мечты это такой вот стартерки да как бы начальный такой набор значит входит в наш этот набор набор с двенадцати двусторонних листов два раза по 6 дизайнов 30 на 30 с полосками с фразами сейчас полистаем то есть здесь 12 листов два раза по 6 то есть 6 листов двусторонних в общем два раза по 6 вы все поняли и они чем отличаются тем что у них на каждом листочке у них есть какие-то фразы на вот этой типа информационной полосе с одной стороны они на английском языке и с обратной стороны они на польском языке потом входит в этот набор потом входит вот так двенадцать листиков вот таких вот тоже два раза по 6 здесь у нас 30 на 30 ну так 31 с половиной на 30 с половиной они значит включают в себя вот такие листы сейчас полистаем здесь в общем есть и бумага и вырезалки то есть это вот один единый такой лист потом входит у нас сюда два вот таких набора с вырезалками то есть они абсолютно идентичные 12 листочков здесь здесь 12 листочков и часть из них это фоновые листы часть из них это вырезалки и в общем получается у нас 12 листов вот таких вот как бы да классическая скраб бумага единственное что отличает здесь у нас полоски с фразами потом 12 листов таких сейчас посмотрите там много вырезалок и есть в том числе фоновая бумага размером 20 на 20 и два раза по 12 вот таких вот наборчиков с и вырезалками и фоновыми листами размером 15 на 30 ну если быть точнее то 1575 на 30 с половиной сантиметров бумага бумага у нас вот эта первая классическая плотностью 250 грамм вот эта бумага у нас плотностью 190 грамм и вот эти вырезалки у нас плотностью тоже 250 грамм именно вырезалки а фоновые листы плотностью 190 грамм давайте сейчас со всем этим будем разбираться я конечно пока тут поняла вообще что к чему относится но но все сходится значит давайте начнем с классической бумаги бумага невероятно красивая если вы любите такую тему немножко магическую то вам должна эта коллекция понравиться здесь у нас получается такой листочек вот такой вот такой шикарный какую-то книгу магическую можно сделать с обратной стороны у нас космос дальше у нас вот такая девочка давайте поближе чтобы все можно было рассмотреть в общем да здесь такая магия космос все такое красивое шикарное и загадочное и надписи вот такие всякие разные надписи и с обратной стороны у нас такое как немножко алкогольные чернила да похоже на фон сделанный алкогольными чернилами и надписи уже на польском языке здесь у нас снова такой сюжет красивый очень и с обратной стороны у нас вот такой шикарный потертый фон потом вот такой фон космос планеты и посмотрите как красиво да ну коллекция это конечно такая невероятная а вот вот просто просто вообще вообще совы и совы наконец-то где-то и совы я даже забыла с обратной стороны посмотреть здесь вообще основа для скраб странички просто шикарная здесь у нас поспокойнее цветочки но тоже очень красивые и с обратной стороны классика жанра которая обязательно здесь нужна для того чтобы вот эти такие синие фиолетовые цвета немножко разбавлять и делать их более выразительными эти принки так и дальше у нас пошло еще шесть таких точно листочков то есть это первый набор плотностью 250 грамм состоящий из 12 листов дальше дальше у нас вот такой набор тоже из 12 листов тоже два раза по 6 то есть эти все будут дальше повторяться одинаковые здесь у нас плотность этих листов 190 грамм и здесь у нас уже такой особый формат эта часть листа занимает у нас это листочек бумаги 20 на 20 допустим если вам нравятся принты ну нужны они если вам по сути нужен лист бумаги 20 на 20 вот эта часть занимает это 20 на 20 а всю остальную площадь листа занимают всякие всякие вырезалки здесь конечно шикарно все здесь вот эти классические для крафтуклок такие рамочки билеты вот это вот все ну просто в этом невероятно просто каком-то шикарном дизайне в этой тематике ну а мне очень нравится и с обратной стороны они уже не двусторонние с обратной стороны у нас уже хотя по моему там будут и какие-то и даже двусторонние листы может я конечно ошибаюсь да я ошибаюсь будут и двусторонние в общем этот лист у нас одна ну то есть карточки не с двух сторон то есть с этой стороны листочек такой с этой стороны листочек такой в общем тут еще надо разобраться без 100 грамм не разберешься следующий лист у нас тоже со всякими рамками уже тегами которые мы знаем у крафтуклок такой листик бумаги мы с вами видели в формате 30 на 30 и с обратной стороны у него дизайн вот такой то есть это все те же дизайны какие у нас были в большом наборе бумаги вот а теперь уже я уже сразу вижу что он будет двусторонний почему потому что если у нас вырезалки пошли на каком-то цветном фоне значит они двусторонние здесь у нас вот такой лист бумаги и вот такие вырезалки вырезалки сейчас с вами на этом фоне посмотрим обратная сторона этого листочка и вырезалки уже вот они значит на белом фоне и те же самые вырезалки двусторонние следующий лист у нас с вот такими вот надписями и с таким же листом 20 на 20 с листочками с вырезалками с вырезалками с этой стороны у нас надписи идут на английском языке мне очень нравится что здесь надписи на черном фоне потому что как я показывала да у крафтуклок в основном буквально пару наборов есть на каких-то цветных фонах а в основном это черная надпись на белом фоне а иногда просто просится надпись на черном поэтому то что в тех листах которые мы с вами смотрели здесь на черном и здесь на черном фоне это просто подарок спасибо это классно и с этой стороны у нас надписи на английском а с этой стороны у нас надписи на польском языке те же вырезалки и такой листик мы с вами уже тоже видели здесь у нас снова вырезалки такой листочек мы тоже с вами видели это его обратная сторона и вырезалки синие цветы теперь у нас цветы фиолетовые вот этот листочек и он с обратной стороны и обратная сторона цветов фиолетовых и дальше у нас все пошло повторяться так эти были листы по 190 грамм их 12 штук так и следующее у нас два таких наборчика давайте они вот в такой одеты в такую такой поясок полиэтиленовый то есть оно все продается в такой единой упаковке да в обычном пакете который ну который мы привыкли в которых продается скром бумага здесь у нас такие вырезалки я уже 150 лет не делала никакого никаких работ с совами вырезалки конечно здесь это вообще отдельно отдельная тема отдельный разговор потому что ну вот это все не знаю почему но на меня как-то действует магически а вот эти вот эти вот просто вот эти двое на меня вообще вот эти два листа на меня тоже магически действует если вот их в комбинации а вот такой листочек со всяческими разными письменами и книгами вот это тоже очень красивая мне все время хочется сказать какие-то астролябии но я понятия не имею как выглядит астролябия и скорее всего их здесь нет но вот хочется вот 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 таких вот штуках сказать что это астролябии чем какие-то наверно магические приспособления а возможные космические очень красивый лист и здесь у нас тоже пошли листочки с растениями так что они у нас они у нас не одинаковые они у нас разные здесь прям такие букеты а здесь уже отдельные цветы вот таких листика с цветами и дальше пошли уже фоновые давайте сейчас посчитаем сколько эти фоновые плотностью 190 грамм здесь у нас уже вот такие здесь фоны дополнительные те фоны которых не было в предыдущих листах именно такие бессюжетные фоновые листочки получается у нас 4 листика плотностью фоновых плотностью 190 грамм и и 8 листочков с вырезалками плотностью 250 грамм так это была коллекция velvet dreams также это была моя дизайнерская посылка от крафту клок буду что-то с этим делать у меня я думаю не будет никаких заданий по работе с этой коллекции поэтому то что я буду делать это я буду делать не в рамках дизайн команды по собственному желанию и вдохновению поэтому очень очень хочется чего-то сделать и в первую очередь какую-то либо страничку либо холст так что спасибо вам что вы были сегодня со мной вот такой вот интересненькая посмотрели сегодня кстати и детская космическая коллекция была и взрослая такая около космическая коллекция была я бы сказала такая астрологическая астрономическая астронома коллекция какого-то астронома астроном алхимика вот все спасибо вам большое что вы были сегодня со мной всего вам хорошего вдохновения и добра всем спасибо и всем пока пока